Вообще очень сильные проблемы были с животом. Анна Пивкина сегодня вышла на работу. На больничном провела две недели. Ковид не подтвердился, но были его явные симптомы, как и у мамы и отца. У меня вдруг пропали вкусы. Я непонятно с носом, непонятная ситуация. То есть он у меня вроде и дышит. Такое ощущение, что у меня заложены. Я поняла, что я уже, похоже, заболела коронавирусом. ПЦР-тест у женщины взяли на первом же приеме. Но, по словам Анны, его отрицательный результат не объективен. Перед анализом она поела и почистила зубы. Но другого времени для теста не предложили. Ни слова врач не сказала и про бесплатные лекарства, которые ей положены. На пресс-конференциях для журналистов представители Минздрава не раз говорили, чтобы не терять время, бесплатное лечение назначают даже тем, у кого тест еще не готов. Но есть все симптомы. Когда я узнала, что должны давать бесплатные лекарства, конечно, мне стало обидно. Потому что в таком плохом состоянии, еле-еле ходишь. Нужно идти в поликлинику, потом идти нужно по назначению врача искать лекарства. В принципе, арабидол-то не особо можно найти везде. Две недели тому назад, в четверг, у меня появились симптомы первые. Похожей ситуацией оказалась и жительница Казани Римма Самигулина. Она до сих пор лечится от пневмонии. Антибиотики ей назначили на 10-й день болезни после компьютерной томографии, которую она сделала за свой счет. В поликлинике предложили лишь рентген. На лекарства Римма потратила больше тысячи рублей. Гормональный препарат достала только через знакомых. И уже потом случайно узнала от коллег, что препараты можно было получить бесплатно. Она мне говорит, почему тебе бесплатно не предложили. Я говорю, я не знаю, должны оживить. Но я говорю, мне, во-первых, ковид никто не ставил. Ну, не предложили, я даже не догадалась. Я уже была в таком состоянии. Я за любые деньги должна была, согласна была, купить. И чтобы там температура спала. Болеет девушка третью неделю, но ПЦР-тест на ковид до сих пор не взяли. И записали на 16 декабря. Пока мы готовили этот репортаж, нам позвонили 7 человек, оставшиеся один на один со своей болезнью. Один из них был с положительным тестом. На горячую линию прокуратуру поступило 5 подобных жалоб. По каждой идет проверка. Если у пациента уже есть подтвержденный мазок, то, безусловно, это является показанием для назначения в случае необходимости лечения пациента. Жалобы поступают и в Минздрав. И здесь тоже разбирают каждый случай и добавляют. Единой схемы по выдаче бесплатных препаратов от коронавируса, если тест не готов, нет. Врач ставит диагноз вероятного COVID-19 на основании клинических либо эпидемиологических данных. В любом случае решение за врачом основывалось на нескольких факторах. Это и наличие болеющих дома, это и определенный вид симптомов и так далее. По словам Владимира Жаворонкова, помимо ковида в республике идет вспышка вирусных заболеваний, и порой врачи могут перестраховываться, чтобы не навредить. Серьезные препараты от ковида при обычной простуде лучше не назначать. Если это ОРВИ, то лечение от COVID-19, оно может быть неверным. Именно поэтому врачи и стараются к этому моменту подходить очень деликатно и обстоятельно. Получается, правило выдачи бесплатных лекарств зависит только от врача и его компетенции. В этой ситуации заболевшим лучше самим знать свои права и в случае отказа в выдаче бесплатных лекарств обратиться на горячую линию Минздрава или в прокуратуру. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова